Мы всегда говорим, что у нас бюджет открытый, понятный даже простому Ачинцу. Мне вот, если честно, непонятно. Но вопрос фигурально звучит так. Скажите, в следующем году не будет ли у нас расходов из разряда нам зад прикрыть нечем, а мы губы красим? Ну, например, это вот в этом году была площадь ДК и проект по оформлению входной группы. Это въезд в город Ачинец. Непонятно, в бюджете ни 22-го, ни 21-го, ни 23-го не увидела. Что мы организуем все-таки этот въезд, а этот проект у нас существует 3 года. Так вот, у меня простой вопрос. Дороги, содержание муниципальных территорий, парки, скверы и тротуары. Петр Яковлевич Хохлов в октябре публично заявил, что на ЖКХ он вместе с командой администрации изыскал дополнительные 30 миллионов рублей. Можно пояснить, откуда эти 30 миллионов и конкретно на что они тратятся? Если можно, мы оставим этот вопрос на второй стене. Мы сделаем сравнение. Вот то, что уложили в 20-й год и что у нас в 21-м году. Мы прямо вот по ЖКХ подготовим перечень. Если дороги, Дмитрий Николаевич, готов назвать, которые какие-то заявились, назовите, пожалуйста. Об устройство замена нового светофорного объекта по пересечению улиц Зверево и Светлого. До мима этого, в эту сумму планируется в 21-м году выполнить работы по содержанию муниципальных территорий, примыкающих, придомовым. И незначительные суммы, как уже Ярослав Олегович сказал, в сводной справке мы до вас доведем по другим, скажем так, направлениям. Порядка 5 миллионов рублей – это затраты на содержание зеленых насаждений. 2,7 миллионов рублей – это затраты на снос и обрезку зеленых насаждений. 11,2 миллиона рублей – это затраты на уборку муниципальных территорий и содержание муниципальных территорий. И 4,9 миллиона рублей – это затраты на содержание парков и скверов. Продолжение следует...